Здравствуйте! Это программа «Новости Дагестана». Меня зовут Фатима Муталибова. И вот главные темы. «Космос наш» – масштабная акция, приуроченная ко дню космонавтики, прошла в Махачкале. «Сносить нельзя строить» – демонтаж очередного незаконно возведенного объекта произвели сотрудники мэрии Махачкалы. Маски еще никто не отменял. Выясняется, что в республике все еще действуют ограничительные меры. Какие, расскажем в выпуске. Еще один «Ифтарь единства» на площадке Духовного центра имени пророка Иссы Мирину прошло очередное мероприятие. 12 апреля вся страна широко отмечает День космонавтики. Провели мероприятие, приуроченное к этой дате и в Дагестане. Молодежь ОНФ совместно с Комитетом Народного собрания Республики по образованию и науке организовали акцию «Космос наш». О том, кто и зачем собрался в музейном комплексе «Россия. Моя история» расскажет Малика Курбанова. Наверное, нет такого человека, который в детстве не мечтал бы полететь в космос, побыть невесомостью и потрогать звезды руками. Площадка исторического парка «Россия. Моя история» сегодня предоставила такой шанс многим. На масштабный флешмоб «Космос наш», посвященный Дню космонавтики, собрались студенты вузов, колледжей, школьники и воспитанники детских садов. Сегодня 12 апреля, День космонавтики. Мы рисуем у нас ракету и нашу родную землю. Полетел первый космонавт Юрий Гагарин, Генера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон. Принять участие в мероприятии могли все желающие. В фойе музея гостям рассказывали об истории космонавтики от Юрия Гагарина до наших дней. Особую активность проявляли дети, отвечая на вопросы. А ты знаешь, сколько он был в космосе? А какого числа он полетел? 1961 года. Какого числа? Молодец! В освоении космического пространства внес вклад и Дагестан. Наш земляк Муса Монаров дважды побывал в космосе, 7 раз выходил в открытый космос. В декабре 1987 года произошло значимое событие в истории отечественной и мировой космонавтики. Началась первая космическая экспедиция продолжительностью в год. За участие в ней Монарову было присвоено звание Героя Советского Союза. Космонавты провели на орбите ряд экспериментов. Как кататься на этой штуке? Нормально. Видишь, как все видно. Муса, и мотоцикла не надо, да? Да потом, уходя мусоручки, там все это в порядок приведешь, да? Такие ручки, закрыть. Да, да, да. Сегодня можно было не только рисовать вселенную мелом на асфальте, послушать истории, ответить на вопросы и получить призы, но и прикоснуться к планетам и звездам в планетарии и узнать, что у каждой десятой звезды своя планета и, возможно, одна из них обитаема. И на самом деле звезды не сгорают и не падают. То, что мы называем падающими звездами, всего лишь камешки, пересекающие земную атмосферу. И, возможно, у кого-нибудь из детей мечта побывать в космосе обязательно сбудется и появится еще один дагестанский космонавт. Этого желали детям и организаторы мероприятия. Хороший, добрый, светлый праздник, который нам пришел, к нам пришел 61 год назад. И принес нам его первый человек в мире, который полетел в безвоздушное пространство. Это Юрий Алексеевич Гагарин. И сегодня хотелось бы главной цель этого мероприятия – привлечь внимание детей к теме космонавтики. Рассказать о том, что у нас, в нашем государстве, живут герои, которые первые осваивают космические просторы. И я все-таки, как председатель по образованию и науке, всегда хочу, чтобы наши дети больше образовывались, были технологичнее, были умнее. И, конечно же, в первую очередь, я думаю, что, может быть, это мероприятие заставить детей задуматься о том, чтобы приобрести техническую специальность, стать инженером, стать конструктором, сконструировать самолет, ракету и полететь во Вселенную. Это, конечно, здорово. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие даст такой толчок. И кто-то, может быть, из ребят станет последующим известным космонавтом, конструктором, и будет прославлять нашу Родину. Организаторы постарались создать праздничное настроение для всех участников акции, особенно для маленьких посетителей, которые сегодня узнали о космосе. Много интересного и познавательного. Малика Курбанова, Магомед Магомедов, ННТ Махачкала. Магомед 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 М В Дагестане еще действует масочный режим. Главный санитарный врач региона Николай Павлов предложил и дальше сохранить ограничительные меры. Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По мнению Павлова, распространение нового генотипа вируса в ряде стран не может не вызывать беспокойства у специалистов. Соблюдение защитных мер и темпов вакцинации, по его словам, позволят держать ситуацию на контроле. Между тем, стало известно о районах, которые на сегодняшний день лидируют по числу вакцинированных жителей. Так, показатели от 90% достигли Хивский, Гергебельский, Гумпетовский, Докуспаринский, Сергокалинский и Курахский районы. Дагестане подведены предварительные итоги сельскохозяйственной переписи. Об этом председатель правительства Дагестана Абдул Муслим Абдул Муслимов заявил на встрече с заместителем руководителя Федеральной службы государственной статистики Константином Лайкамом. Было отмечено, что основной этап прошел с 1 по 30 августа прошлого года. По предварительной информации собраны статистические данные по 1406 сельскохозяйственным организациям и 3813 фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям. При этом обработка полученной информации еще продолжается. Два новых детских сада открылись в Махачкале. Дошкольное учреждение на 200 мест начало функционировать в поселке Сулак, а также в микрорайоне Досааф на такое же количество детей. Объекты были построены в рамках национальных проектов «Демография», «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ближайшие дни образовательные учреждения уже начнут принимать детей. Я на всех махачкалинцев и Сулакцев поздравляю с открытием такого великолепного садика, в который смогут пойти вот такое количество замечательных, красивых, великолепных наших детишек. Когда в 2019 году мы только начинали планировать строительство детского садика здесь, Владимир Владимирович Васильевич меня долго пытал, почему на окраине поселка мы его делаем и как туда будет добираться. Тогда мы взяли обязательства, что и дорогу сюда подведем, и запланировано в рамках нацпроекта сюда пройдение и водопровода, сквер рядом сделаем. Детский сад этот строится в рамках национального проекта «Демография». Настолько наш лидер Владимир Владимирович Путин заботится и о детях, и об их мамах, инициирует вот такие национальные проекты, чтобы каждый житель страны, в каждом городе, в каждом поселке мог почувствовать конкретные блага от этого нацпроекта. Мы будем строить и открывать детские сады и дарить радостные дни нашим детям. Уверен, что этот детский садик – это такой маленький, но очень твердый кирпичик в фундамент будущего нашей с вами страны. И именно здесь, в этом садике, воспитается не одно поколение замечательных защитников нашей большой необъятной Родины. Месяц Рамадан – месяц добрых дел. Более пяти тысяч представителей лизгинского народа приняли участие в коллективном разговении. Ифтар Единства состоялся в Духовном Центре имени пророка Иссы Мирима. Гостей ждала насыщенная программа – нашиды, наставления и викторины с подарками. В ходе розыгрыша один из участников Ифтара получил заветную путевку на святые земли Мекки и Медины. Детям также не пришлось скучать. Для них организовали игровую площадку. Мероприятие поддержали и представители власти республики. После захода солнца верующие приступили к разговению. С превеликим удовольствием сегодня принимаю участие ифтарь лизгинского народа. От всего правительства республики Дагестан, от себя лично позвольте поздравить вас с наступлением священного месяца Рамадан. Хотел бы слова благодарности выразить организаторам сегодняшнего мероприятия. Знакомство с многими из них переросло в дружбу. Я очень дорожу дружбой с этими удивительными людьми, обладающими лучшими человеческими качествами и достойным нравом. Дорогие друзья, каждому из вас я бы хотел выразить сегодня слово благодарности за то, что вы, оставив свои дела, преодолели десятки, а то и сотни километров для того, чтобы принять участие в сегодняшнем богоугодном мероприятии. В нашей республике с каждым годом все больше и больше людей, которые совершают благие деяния. Вы сами это видите в каждом районе, в каждом городе, в каждом ауле, как у нас раздают еду и воду. Нигде, ни в одном субъекте такого нет. Месяц Рамадан объединяет. Но это один из немногих таких мажлистов, который поощряется проведение которого по национальному признаку, как, допустим, диктанты на родных языках. Это не потому, чтобы разойтись по национальным квартирам, а для того, чтобы по национальностям ради Всевышнего Аллаха объединяться. Приложение Сбербанк Онлайн больше невозможно скачать и установить на айфоны. Из-за санкций, распространившихся на банк, онлайн-сервис заблокировал приложение для финансов. При этом, если у вас уже была установлена программа на смартфоне, она продолжит работать в нормальном режиме. Эту информацию Сбербанк подтвердил в своем телеграм-канале. Банк рекомендует клиентам не удалять установленное ранее приложение. Для проведения всех необходимых операций клиенты смогут использовать и веб-версию программы, которая адаптирована для мобильных устройств. В селе Первомайское 70-летний местный житель нанес резанные раны в область груди своему 56-летнему собутыльнику. Правоохранители выяснили, что оба участника конфликта работают на местной теплице. После завершения смены мужчины решили употребить алкогольные напитки. В ходе застолья между ними произошел бытовой конфликт. Со слов подозреваемого, потерпевший ударил его по голове стеклянной бутылкой. В ответ он схватил лежавший на столе нож и ранил обидчика. В результате произошедшего пострадавший был помещен в больницу. Дагестанке грозит до 20 лет тюрьмы за причастность к терроризму. По данным ФСБ республики, подозреваемая с августа 2015 года принимала участие в деятельности международной террористической организации на территории Сирии. Против женщины возбуждено уголовное дело. Сотрудник ДПС в Дагестане зафиксировал фальшивую автомобильную аварию. Чтобы получить страховые выплаты, двое молодых людей разработали сценарий и инсценировали ДТП с участием Ауди и КамАЗа. Затем они попросили знакомого инспектора внести в базу данных информацию об аварии и составить поддельный протокол. За помощь в махинации сотрудник ДПС получил 15 тысяч рублей. Затем злоумышленники представили документы в страховую компанию и получили 280 тысяч рублей. Однако затем организация инсценировала проверку, которая раскрыла преступную схему. В отношении инспектора ДПС возбудили дело по пяти статьям УК РФ. В городах и районах Дагестана стартовали игры регионального этапа школьной футбольной лиги. Участниками проекта стали около 4 тысяч детей, школьники 5-8 класса. 450 детей играли на полях столичной спортшколы Минобранауки. Подробнее Курбан Рагимов. 60 детских команд, около 4 тысяч участников. Здесь нет профессионалов, умения и опыт придут к ним чуть позже. А пока для каждого из этих ребят футбол – это хобби, а школьная лига – возможность попробовать свои силы. Это, наверное, первый такой проект, где вся республика объединяется, устраивает выездные, гостевые матчи. Это очень радует. Радует оно, что для детей, для здорового образа жизни создаются такие площадки, такие проекты. Мы здесь знакомимся не только с махачкалинскими командами, я уже познакомился с другими регионами, поселками, селами, городами другими. Уже обменялись даже контактами. Это очень радует. На поля спортшколы Минобранауки вышли 450 детей. Это учащиеся 5-8 классов из разных столичных школ – Каспийской гимназии, Карабдахкенского и Бабаюртовского районов, а также есть команда из Бештинского участка. Открывали турнир почетные гости – Яхья Бучаев и Будун Будунов. Они нанесли первые символические удары по мячу. Под ваши аплодисменты! Всех вас поприветствовать на турнире школьной футбольной лиги, которая организована у нас в республике по инициативе главы республики Дагестана Сергея Алимовича Меликова. Наш турнир посвящен нашим героям, которые сейчас отстаивают интересы нашей страны. Сегодняшнее мероприятие, оно, наверное, имеет корни с прошлого года. Мы начали этот турнир в разных уголках нашей республики. Этот турнир для нас очень важен. Мы будем его расширять совместно с Министерством образования. Удачи вам! Финал регионального этапа школьной футбольной лиги пройдет 10 мая. Курбан Рагимов, Давуд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Лидер бомбардирской гонки РПЛ Гамид Агаларов летом может сменить клубную прописку. О желании форварда перейти в более сильную команду сообщил его отец, известный в прошлом футболист Руслан Агаларов. Любой футболист всегда хочет играть в лучших командах и чемпионатах. У Гамида есть желание прогрессировать, сказал Агаларов-старший. Сейчас 21-летний Гамид Агаларов успешно выступает за клуб Уфа. В текущем сезоне он забил 16 из 22 голов своей команды и продолжает уверенно возглавлять список лучших бомбардиров лиги. И на этом у нас все. Следите за новостями также в наших социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Зен. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова